Живые картины в жанре импрессионизма. Вместо холста — ткань, вместо красок — бисер. В Самаре открылась выставка, которая могла бы пройти незамеченной, если бы не личность автора. Художник-аутист экспериментирует с цветами, техникой и работает по 12 часов в день. Не ради признания, а ради жизни. Он живет в замкнутом мире. В нем творит свою особую реальность. 10 лет назад впервые смог рассказать о ней на доступном ему языке. Увлечение, которое сначала помогало бороться с болезнью, стало призванием. По 12 часов в день он проводит за работой. Теперь осваивает новую технику. Не выпускает из рук крючок даже на персональной выставке. Две-три недели и картина готова. Как ему это удается, до сих пор для родных остается загадкой. Он работает на таком расстоянии, но в то же время он как-то предвидит, как это будет выглядеть издалека. Ну, в общем, не знаю, для нас это тайна. Интерес к искусству возник у Павла Лопатухина после посещения кружков по бисероплетению, вышивке, лепке и вязанию. И перерос в нечто большее. У меня занимался он два года. Смотрю на выставки, очень много работ, именно филейного вязания. Много работ. Меня радуются настоятельно, выполненных которых я уже не видела. На его картинах в основном девушки. Основные жанры – пейзаж и портрет. На создание многих образов вдохновляют картины импрессионистов. Говорить, что это копии, никак нельзя. Во-первых, цвет – это основное различие. Если вы посмотрите на работу, вы увидите, что Павел исключает черный цвет из них. То есть настроение его работы, оно какое-то более светлое и радостное. Его картина не просто статичная миниатюра. Художнику удалось оживить их, показать движение фона. Чтобы это увидеть, достаточно отойти от работ на пять метров. Татьяна Пудова, Олег Айдаров, Новости губернии.